Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире «Русский час» с журналом «Фома» в студии Владимира Легойда. В католической традиции существует предание о святом Людовике де Гонзага. Когда он учился в семинарии, как-то раз на перемене играл в мяч. Семинаристы и его товарищи забавлялись распространенные в то время с обавой, отвечая на вопрос, что ты будешь делать, если через полчаса случится страшный суд. Кто-то говорил, что побежит сейчас же молиться, кто-то займется самобичеванием. Людовик де Гонзага на вопрос своих однокурсников сказал, что я буду продолжать играть в мяч. Тема нашей сегодняшней программы – игра в нашей жизни. Я рад приветствовать в нашей студии участников телевизионной передачи «Умницы и умники». Ивету Герасимчук – финалистку программы «Умницы и умники» сезона 1995-1996 годов, победителя международного конкурса «Эссе» 1999 года, аспирант Кунгимо. Рината Бекина – победителя программы «Умницы и умники» сезона 1994-1995 годов, директора управления исламского страхования одной из страховых компаний. И Александра Шалаева – финалиста передачи «Умницы и умники» сезона 1998-1999 годов, сейчас юриста. Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы пришли к нам поговорить о вашей и нашей любимой игре и о том, какое место игра играет в нашей жизни. Дорогие друзья, также в нашей студии традиционно присутствуют студенты-аспиранты МГИМО и сотрудники редакции журнала «Фома». Среди студентов сегодня многие также принимали участие в программе «Умницы и умники». Коллеги, я вас приветствую. И первый вопрос, дорогие друзья, следующего плана. Вот не могли бы вы сейчас вспомнить свои самые сильные, может быть, первые ощущения от участия в программе «Умницы и умники»? Ну, я думаю, что «Ladies first» и это. Давайте с вас начнем. Конечно, когда меня пригласили на программу, наверное, самое сильное чувство было любопытства. Очень большой интерес как к Москве, поскольку я была из другого города, так и к передаче и к другим ребятам. Уже позже появилось чувство азарта, желание победы и желание показать себя. То есть, в принципе, у вас изначально просто был интерес к тому, что телевидение, Москва, об игре, о победе, о соперничестве вы не думали изначально? Я, скажем так, я думала больше о том, что это новая возможность, которая выпадает на род жизни, и обязательно нужно ей воспользоваться. Вы имеете в виду приз передачи поступления в ГИМО, да? Да, и само участие в программе. Спасибо. Ренат, а ваши ощущения отличаются от ощущений, воспоминаний? Ну, воспоминаний много. Но цель, конечно, была, грубо говоря, попасть в телевизор. Телевизор, если бы на месте умников была бы игра «Звездный час» или какая-то другая игра, это было неважно. То есть, хотелось выделиться, я был влюблен, хотел показать себя с лучшей стороны. Поэтому, естественно, что цель была попасть в телевизор, но с определенной целью. Понятно. То есть, в принципе, вы готовы были пойти в тот момент в любую программу? Ну, более-менее приличную. Хорошо. Александр, а ваши ощущения? Ну, мое самое яркое впечатление, это после получения телеграммы, я думал, это розыгрыш, и очень долго добивался. А вам пришла телеграмма о том, что вы прошли отбор, и вы приглашаетесь? Да, и, собственно говоря, с просьбой позвонить по такому-то телефону, и о том, что будет четвертьфинал, буквально через месяц нужно начинать готовиться. В общем-то, у меня тоже на первом месте стоял интерес, любопытство, что же такое, как это делается, как это снимается. И вместе с тем, скажем так, это явно входило в мои планы по поступлению в институт, поэтому как-то я даже так удивился, как же так, вроде бы я всего одно письмо написал. А вы написали всего одно письмо, хотя другие писали намного больше и не проходили отбор, а вас пригласили по одному письму. Да, буквально мама на меня так носила, сказала, пиши. Понятно. Программа «Умницы-умники» существует с 91-го года, и, насколько я понимаю, на отечественном телевидении есть три оригинальных игровых программы. Это КВН, это «Что, где, когда» и «Умницы-умники». То есть это в любом случае, не говоря о содержательной части передачи, это в любом случае какая-то элитарная такая вещь. Вот вы чувствуете принадлежность к игровой элите российского телевидения? Конечно, поскольку игра изменила мою жизнь коренным образом и коренным образом изменила жизнь многих других участников передачи, мы себя все чувствуем принадлежащими этому большому сообществу. Сейчас уже больше полутора тысяч человек приняло. Это вот с 91-го года, да? Да, и в определенном смысле, поскольку многие ребята поступили потом в ГИМО, и мы продолжили общение, конечно, мы чувствуем себя, но если не элитой, то группой людей, на которых возлагают очень большие надежды. Все-таки «Умники-умницы» отличаются тем, что все-таки «Что, где, когда» люди играют более-менее постоянно в КВН, но тоже так или иначе люди возвращаются. А в КВН, похоже, это уже там до пенсии некоторое. Да, да, у нас все, мы как бы выпадаем из гнезда и уже не возвращаемся, к сожалению, туда, и не играем, поэтому это как бы кратковременная игра, которая представляет определенную цель. К сожалению, я бы с удовольствием играл бы дальше, может быть, не до пенсии, но достаточно. Понятно. Саша, а у вас как с элитарностью и ощущением элитарности? Ну, не знаю. Вот мой поток, 98-99 год, многие, мне кажется, ощущали себя элитой, уже просто приняв участие. Я помню, как один из наших умников сказал, ребята, расслабьтесь, мы уже элита, уже еще не сняв ни одной передачи. Ну, а вы-то сами как-то... Ну, скажем так, может быть, поскольку элита – это какая-то прослойка, если полторы тысячи человек уже принял участие, что ж, я тоже вылетен, пускай не в авангарде, но где-то там. В серединочке, да? Да. Ну, давайте вот честно ответим на такой вопрос. Понятно, что вы там хотели перед девушкой покрасоваться, и где-то в Москву приехала. Саша одно письмо написал, удивился, приехал. Ну, а вот так вот, вот вам передача нравится? Я думаю, что здесь два момента. Одно дело – принимать участие в передаче, другое дело – смотреть ее по телевизору. Как игровой момент – это незабываемый совершенно опыт, и он очень и очень обогащает человека. Поэтому, конечно, да, нравится. Я просто знаю, что у зрителей передачи возникают совершенно разные впечатления от просмотра. Иногда где-то, может быть, да, кажется, что слишком, наверное, это ориентировано на гуманитарные темы. Очень высокоинтеллектуальные вопросы бывают, что теряется массовый зритель. Но, с другой стороны, это та высокая планка, которая по определению может нравиться только небольшому кругу людей. А вот насчет круга людей. Есть такое расхожее мнение, я часто с ним сталкивался, что передача «Умницы и умники» или подобного рода передача, она возможна только на отечественном телевидении, ну или, как минимум, невозможна категорически на американском, по той простой причине, что американский зритель не любит чувствовать себя дураком. А вот зрители программы «Умницы и умники», они далеко не всегда, мягко говоря, знают ответы на те вопросы, которые ведущий задает участникам. Вот вы согласны с тем, что это феномен в принципе невозможный больше нигде, Ренат? Ну, сложно сказать, может быть, если говорить про США, наверное. Но у нас ведь тоже многие не смотрят эту передачу, я вот с кем общался тоже, потому что говорят, ну а что, я как идиот сижу, смотрю. Поэтому тоже есть определенное большое количество людей, которые с удовольствием бы ее смотрели, если бы она была попроще. Но, опять-таки, действительно не стоит снижать планку. А вот возвращаясь к вопросу о том, нравится ли передача или нет, ну, я достаточно давно играл в «Умники», и, конечно, есть с чем сравнить. Если честно, не все нравится, не нравятся два момента, к сожалению. Это то, что передачу раздробили на каждую неделю, то есть мы выходили раньше один раз в месяц, и нас действительно ждали. Вот, мы тем более выходили вообще в прайм-тайм, у нас было блестящее время, 6 часов вечера в субботу, по-моему. Вот, ни у кого такого времени не было, ни одного сезона. А потом вот ее раздробили, это, конечно, не то. Ну и потом мы играли не из денег, как цитирую классика. Вот, так что это тоже очень важно. Понятно, Саша. А у вас какие ощущения вот в этой связи? Ну, передача мне очень нравится. В принципе, она сейчас, скажем так, конечно, приобрела некоторую коммерческую жилочку такую. Но, с другой стороны, главное, передача выполняет свою цель. Простите, а вы имеете в виду, что, значит, коммерческая жилочка, что вот сейчас есть спонсор, который, помимо того, что люди поступают в МГИМО, они еще по окончании программы получают какой-то денежный приз. Да, да, да. Это плохо? Ну, это нормально, я считаю. Это нормально. Это в духе времени. Это в духе времени, это помогает передаче выжить, существовать. Это не только передача помогает, простите, а тем людям, которые, как вы, приезжают по одной телеграмме и оказываются потом в Москве, это тоже, наверное, очень здорово помогает. Если говорить вот про вопрос массовости, я считаю, что, вот, по крайней мере, из тех людей, с кем я общался, старшее поколение более охотно смотрит и, может быть, даже учится, что-то вспоминает. А вот молодежь помоложе, там, до 20, и немножко после 20, они не особо увлечены этим. Может быть, из-за того, что передача в такое время выходит, а может быть, потому что уже неинтересно. Хочется в профессиональном плане расти, или же, скажем так, не до этого. А вот кто постарше, бабушки, родители, с удовольствием. Насколько сочетается вот это стремление к победе, стремление победить, оказаться лучше в глазах близких, знакомых, в глазах страны, когда вы участвуете в телевизионной передаче, ну, скажем, с такими понятиями религиозной этики, как смирение, с таким понятием, как скромность. По нашей просьбе, Центр маркетинговых и социологических исследований кадрового дома «Суперджоб» провел опрос на тему, как вы считаете, противоречит ли дух соревнования христианским принципам жизни. И мы получили вот такие результаты. Около 20% опрошенных считают, что противоречит, а более 60% считают, что не противоречит. И порядка 19% затруднились ответить на этот вопрос. Вот мне хотелось узнать, как бы вы прокомментировали результаты опроса, и как вы сами считаете, насколько это вот, есть такое противоречие или его нет? Я думаю, что вообще желание человека верить во что-то светлое и лучшее, оно сочетается с желанием победить. То есть вера в победу и вера в Бога в ряде случаев не исключают друг друга. Здесь, опять-таки, игру можно просто рассматривать как шанс, который тебе дается свыше, и свою победу, соответственно, в игре, как то, что ты этот шанс использовал и сделал правильный выбор. Тут, наверное, скорее вопрос, как люди относятся к поражению, может быть. И вот в этой связи можно прокомментировать данные опроса. То, что, наверное, когда люди проигрывают, им хочется верить во что-то большее и более правильное, поэтому это на самом деле конкуренция, которая возникает, она может свидетельствовать о успехе в глазах Бога не только выигравших, но и о том, что он не выпускает из поля зрения проигравших. Интересно. Ринат, а вы как считаете? Ну, я немножко из другой епархии, поэтому комментировать. Ну, наверное, если с точки зрения исламской, то, в принципе, я из всех передач, в которых я участвовал, ну, наверное, так немножечко формально противоречит исламу передача седьмой «Чувственные непокойные». Вот, совершенно, конечно, абсурдно. Вы имеете в виду всех телефонных? Да, ну, это тоже. А вы во многих? Ну, я участвовал в своей игре, но не очень неудачно, и долгое время играл в передачу «Детектив шоу». Ну, вот тоже, к сожалению, покойный. Вот. Ну, вот из всех этих передач, по большому счету, вот, наверное, вот названная передача, она несколько отходила от признанных, вот, в соответствии с религией, с исламом. Но, что касается, вот, отношения, насколько это, вот, допускается, ну, ислам тоже вполне нормально относится к духу соревнований. Вы знаете, что есть даже специальные исламские олимпиады, вот, где просто спортсмены, соответствующим образом, одеты выступают, в основном это касается женщин. А поэтому, мне кажется, нет никакого противоречия. Нет, вы здесь проблем не видите. Саш, а вот православный человек переступает порог студии, где он будет сражаться. Что он чувствует? Какими сложностями он сталкивается? Ну, есть какие-то определенные, конечно, сложности всегда, потому что это жизнь, это все-таки страсти. Потому что, если ты определенно наталкиваешься на яркое желание победить, и еще в себе самому знаешь это желание, то нужно с ним не то, чтобы бороться, нужно понимать, что нельзя ни в коем случае перегибать палку. И что бы ты ни делал, делай это с любовью. Самое главное. То есть, в любом случае, ты, стремясь к победе, должен контролировать, что у тебя происходит в душе. Если ты начинаешь ненавидеть всех остальных, значит, что-то не так. А если ты просто стремишься делать правильно, то есть, отвечать правильно на вопросы, пытаться первым поднять руку. Не так, чтобы кто-то не поднял руку, а самому пытаться сделать что-то лучше других, но при этом не кичиться этим. То есть, если ты примерно таким образом действуешь, и это ни в коем разе не вызывает каких-то там именно страстей, страстишек, то тогда все нормально, я считаю. То есть, в принципе, как у нас говорят в молодежном условии, главное без истерика, фанатизма. Допустим, ситуация, вы опять на дорожке, да? И, ну, все знаете, Юрий Павлович вот так стоит, и у него всегда бумажки и ответ всегда написан. А вопрос с каверзным тоже. И, ну, не знаете, не помните его ответа. А подсмотреть можно? Вы посмотрите или нет? У меня была такая ситуация. Я, секундочку, я только просто поясню, что у ведущего, который задает вопросы, ответы написаны на бумажке. И он действительно иногда подходит вплотную к игроку, и насколько, если верить участникам, при желании, вот при большом, это, может быть, даже можно увидеть, да, Саша? У вас была такая ситуация? Да, у меня была такая ситуация, но это было уже дело в финале, поэтому... Поэтому, наверное, это меньше считается. Но я тогда подумал, ну, это подло. Это подло. Все играют честно, я вижу это. Это не стоит делать, потому что потом сам же себя будешь корить, что все там как-то там нечестно, все как-то не так, что же я такой единственный вот такой вот, не знаю, как-то пролез, протиснулся, и так уже вроде дошел до финала. Зачем? Не стоит. Я думаю, что я даже не стал бы это делать и в четвертьфинале. В таком случае считаете меня подлецом. Понятно. Участники программы...